Ты мне говоришь, что ты все еще под впечатлением от выступления своего главнокомандующего, который что-то про подводные лодки на этой неделе говорил. Может, ты расскажешь нашим зрителям, что там Владимир Владимирович высказал? Ну, не один под впечатлением. Интернет вообще взорвался в результате этого блестящего последнего интервью Владимира Владимировича, в котором он... На вопрос американского режиссера Оливера Стоуна о том, готов ли он пойти в душ с геем, наш Владимир Владимирович серьезно ответил, что ни в коем случае не готов это делать, но это было бы естественно, но он пригрозил гею к расправой, он сказал, что он мастер дзюдо, напомнил это обстоятельство, очень, видимо, важное. Я думаю, что теперь Владимир Владимирович не только запретит пускать гею в свои резиденции, но и каждый раз, входя в душ, будет надевать перед этим кимоно и разминаться. Но удивительно, как эта тема все-таки постоянно всплывет. Он уже когда-то в Италии, итальянского журналиста, который его спрашивает про Чечню, он ему угрожал, что обрезание ему будут делать в Москве, и говорит, что так, чтобы ничего не выросло уже. Потом его итальянская журналистка, по-моему, в 2010 году спросила про его этот брак с Медведевым, и он сразу ответил, что мы там гетеросексуали. Так что, видать, не случайно, что в России все вокруг-то около этой темы. Видать, это очень важная тема. Да, безусловно, для нашего президента его правильность, его точки зрения сексуальной ориентации, это, видимо, наивысшая доблесть. Он постоянно говорит об этом, подчеркивает свою брутальность, такую мускулиность. Знаете, вообще... Так откуда это, Игорь, как ты думаешь? У вас такой мужчина с большой буквой. Дело в том, что те люди, которые постоянно подчеркивают обычно свою брутальность, мускулиность и гетеросексуальность, очень часто бывают латентными геями или людьми, крайне неуверенными в себе. Как ты можешь вообще? На что ты намекаешь? Я в шоке. Должно заметить, что это Игорь говорил, а не я. Я считаю его... Вообще считаю его. Это реально похоже на проговорку по Фрейду, то, что он говорил Оливеру Стону и другим людям по поводу своей сексуальности. То есть он как бы проговаривается. Во-первых, заметьте, он подчеркивает все время, что он дзюдоист, что он может, если что, дать отпор. Это напоминает, знаешь что, это напоминает какого-нибудь мальчика-хлюпика, который все время боится, что его и забьют, обидят, унизят, и он постоянно повторяет, а я ведь занимаюсь дзюдо, и вы меня не трогайте, если что, я могу врезать. Может он боится, что там Ангела Меркела обидит, или Трампа обидит. Может реально его хотят обидеть? Он же считает, что Россию хотят обидеть, а он же олицетворение России. Да, это очень правильно. Дело в том, что именно подсознательные комплексы, всякие имеющие сексуальный подтекст, как еще Старик Фрейд знал, это очень часто определяет не только жизнь человека, но и его социальное поведение, а для политика его политику. Я боюсь, что вся наша политика Владимира Владимировича, это брутальное, такое постоянное подчеркивание крутости России перед всем миром, она связана с его детскими комплексами, с его неуверенностью, с его проблемами в сексуальной сфере. Игорь, тебе точно уже не стоит въехать в Россию, я думаю. Я считаю, это надо быть теперь очень осторожным. Я еще раз повторяю эти двои слова, я еще хочу туда въехать. Но я надеюсь, что... Интересный тезис, конечно, интересный тезис. Вот вообще, кстати, заметь, это ведь не только это было его высказывание, вот эта группа «Брутал», да? А до этого была совершенно анекдотическая история, не так давно тоже, на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, где он приветствовал ожидающий его по стойке смирно зал, так и по-барски, вольно. Вольно. То есть, вы можете расслабиться. Хозяин пришел. То есть, он подчеркивает, он постоянно строит свое окружение, подчеркивает, да, что он... Это такая паханская логика, что он здесь главный, что он здесь пахан, что все знаете, что я сказал, вольно вы расслабились, сказал, смирно вы построились. Так он их и строит. А главное, что самое страшное во всей истории... Что они все это делают. Конечно, конечно. И элита строится, а населению во многом это нравится. Вот я недавно случайно наткнулся в интернете на очень хорошее стихотворение Роберта Рождецкого, которое он написал задолго до прихода Путина к власти, но уже в начале 90-х. То есть, видимо, ожидание вот такого человека, пахана всероссийского, оно уже было. И так и не смог наизусть учить. Да, ты знаешь, оно... Школьные времена все-таки позвольные, что со шпаргалькой разрешаем, ладно, будем снисходительно смотреть на пробели в памяти. Да, я буду считать, что со шпаргалки, но стихотворение того стоит, может быть, я его и выучу, потому что... Давайте. Вообще, его лучше выучить каждому российскому человеку и повторять, как ученаж. Послушаем рождественского исполнения Игоря Итмана, пожалуйста. Вождь ползет по России, вождь. Вождь встает над Россией, вождь. Буревестник последней войны, привлекательный, будто смерть. Россияне, снимайте штаны. Вождь желает вас поиметь. Вот это стихотворение ужасно ложится на всю политическую ситуацию в России и на поведение Путина. У меня такое ощущение, когда он выходит на роду, он командует как бы всем, снимайте штаны, вождь желает вас поиметь. И, к сожалению, как мы видим по тому же Петербургскому международному форуму, даже элита с удовольствием проделывает все, что хочет Путин.